Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина. Я студентка третьего курса Николаевского государственного училища культуры. Специальность режиссер. Третий курс. Я уже говорила, не помню. Мы приглашаем вас в движение «Родители против наркотиков». Как вы думаете, вы сможете нам помочь? Хотите ли вы этого? Стоит ли вообще нам этим заниматься? Как бы очень интересное движение. И мне кажется, что сейчас, наверное, нужно в наше время все-таки организовать что-то подобное этому, потому что сейчас мы уже начинаем скатываться ниже, как говорится, плинтуса. Почему в наше время, как вы думаете, раньше была такая проблема? Раньше была такая проблема, но раньше как бы это отслеживалось, это как-то пытались прекратить. Раньше не было такой демократии, так скажем. Ира, а ты сама курешь, пьешь? И возможности делать все, что мне хочется. Ира, курешь, пьешь сама, нет? Нет. Я иногда выпиваю, но это не... Подожди, что значит иногда выпиваю? Как это? Ну, то есть в компании могу выпить там пиво. Сколько? Ну, максимум бутылку на 33. А почему вы это делаете? А зачем? Видишь, как мы с тобой вынесли? А зачем? Только честно. Вот просто интересно знать, почему люди пьют. Зачем? Хорошо, я скажу. Вот иногда бывает очень трудно, особенно вот, когда ты творческий человек, выйти, например, из образа после спектакля. Ага, то есть вы актриса, да? Да. И вот, например, когда ты употребляешь небольшое количество алкоголя, оно помогает расслабить организм, расслабить мышцы и, как бы, соображения. И ты вот из образа, в котором ты находился, ты становишься обратно собой. То есть вы хотите сказать, что все актеры-алкоголики... Обалдеть, как ты это закрутили, а? Нет, ну просто есть действительно вот... Ну, это не значит, что нужно, там, напиваться до чертиков и, там, например, выпивать непонятно какое количество алкоголя. Ну, я слышала, что многие актеры спиваются таким образом. Чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом... Вы же знаете, что алкоголь вызывает зависимость. Вы вообще знаете, как он действует на ваш организм? Конечно, знаю. А откуда вы это знаете? Из каких источников? Я считаю, газеты... В газетах это пишут? В каких газетах, скажите? Интернет, то есть... Я училась в школе. В школе... Подожди, а в школе ты курила? Нет. И не куришь, да? Я не курю вообще. А вообще не куришь? Нет. А сколько у вас в классе, вот в одиннадцатом, последнем выпускном вечере было? На выпускном классе детей, ну, ребят было? Где-то... Где-то двадцать человек, двадцать пять, наверное. Двадцать пять. А сколько из них не курила, девчонок? Не курила? Ну, я могу сказать, что у нас вот человек пять в классе точно курила. Остальные, ну, иногда там могли, но в основном никогда не курили. Ну, опять это регулярно, да? Ну, я бы не сказала. Ну, ладно, это я... Скажите, а на выпускном все были пьяные? Нет. У нас вот, как ни странно, все держали себя в руках. Ну, пили. Как бы там ни было, все выпивали, да? Геройская школа. Какая? Да. Какая школа? Ну, это доманевская школа. То есть вы пили только водичку и все, да? А? Водичку. Ну, то есть я как бы даже не помню, я вот на выпускных очень часто бываю, потому что, ну, там друзья, родственники, знакомые, то я вот ни разу не видела выпускной, на котором там кто-то бы так напился, чтобы его там, допустим, везли домой или несли домой, или там били столы, бутылки и между собой дрались. Как-то, ну, то есть выпивают там шампанское, но как бы нету такого, что там... То есть считается, что ты пьяный только, когда тебя уже несут на руках. Да? То есть только таким образом считается человек пьяный в алкогольном опьянении. Люка, ну не прессуй, не прессуй. Я не могу просто понять. Что ты так прессуешь? Что ты так прессуешь? Ира, хорошо, ладно. У вас движения такие жесткие рамки, да? Жесткие рамки. Мы же не можем... Вы же так бросаетесь на человека и давите, давите его, пока не выдавите. Нет, подожди. И люди должны сказать, что мы же не можем принимать в движение людей, которые пьют и курят. Перевоспитывается пусть не в нашем движении. Мы все-таки будем принимать в движение тех людей, которые за здоровый образ жизни. Правильно, Люка? Правильно. Поэтому... Не, или будем всех принимать. Извините, спасибо за интервью. А если человек хочет исправиться, дадим ей сам. И будем принимать тех, которые хотят исправиться. Хорошо, давай, значит, тогда... Входишь в наши движения, вступаешь, вступаешь. Ну и наш козырный вопрос, который я его уже задаю 258 раз. Что мы должны сделать в первую очередь? Мне кажется, в первую очередь нужно придумать такой формат нашей деятельности, чтобы мы могли зацепить молодежь. Потому что сейчас много есть и бигбордов, и лозунгов, и всего такого. А ну, парочку скажи мне. Но на это очень часто... Скажи мне парочку бигбордов, которые висят в Николаеве. Назови мне на скидку. Я еще не видел ни одного. Нет, ну, я где-то даже вот в журналах там что-то такое видела. Но просто на это очень часто не обращают внимания, потому что молодежи это неинтересно. На это обращают внимание взрослые люди, которые действительно как бы понимают, что это так. А молодежь смотрит и говорит, о, прикольно там. Или вообще этого не замечают. Поэтому, мне кажется, самое главное найти тот формат и как бы вот делать это в такой форме, чтобы это зацепило молодежь. И показать это так, чтобы как бы достучаться до них. Какой должен быть формат? Ну, наверное, скорее всего, вот как бы говорить с ними на их языке. Матом? А как? Как на их языке? Они сейчас же шматом себя разговаривают в основном. Ну, просто я как бы на их языке это образно. То есть, как бы, наверное, интересоваться тем, чем интересуются они. Может быть, там с помощью любимой музыки, любимых там артистов, как бы кумиров. У них же у всех есть кумиры. Вот сейчас пошел такой тренд, как бы звезды эстрады и кино тоже выступают как бы против наркотиков. Иногда это помогает, потому что вот дети, которые там подростки, да, они создали себе кумира, там звезда какая-то. И они смотрят, почему вообще вот пошло это наркомания и это все. Потому что, смотрите, какие были сильнейшие рок-группы, Нирвана, вот, которые, у которых солисты, ну, принимали наркотики и алкоголь, и они писали вот такие классные песни под воздействием алкоголя и наркотиков. Поэтому уже идет, как бы, ориентировка. Ага, вот, значит, мне можно. Мой кумир вот так вот делает, значит, мне можно. Сейчас же вот делает все наоборот, как бы. Поэтому, мне кажется, вот таким образом можно добиться какого-то успеха. То есть интересоваться тем, чем интересуется молодежь, чем интересуются подростки. И с помощью их интересов менять же их сознание.